Окно в Европу открывали понемногу. В течение трех лет преподаватели, студенты польских и украинских вузов делали шаги навстречу, итогом которой стало открытие информационно-образовательного центра в Севастополе. Мы будем сильно поддерживать работу этого центра, но это само по себе уже дает огромные возможности, потому что польские университеты, польские высшеучебные заведения очень заинтересованы сотрудничеством с Украиной, очень заинтересованы сотрудничеством с Крымом, а Севастополь тоже среди таких партнеров. В УЗИ в целом от гуманитарных наук далеком такой интерес к польской культуре студенты объясняют не столько любопытством, сколько желанием получить доступ к электронным библиотекам мира. Информация пока, правда, только на польском и английском, как стимул в совершенствовании языков. Множество моих знакомых и одногруппников, которые учатся в этом, также людей, учащихся в этом университете, хотят изучать польский язык, и они также этому очень рады. Эти возможности открыты не только для студентов. Любой желающий может приобщиться к польской культуре бесплатно. Лингвистический кабинет по оснащению и функциональности на годы опережает библиотеки Севастополя. Вот мы можем отсюда, с этого рабочего места, с любого рабочего места, зайти в любую библиотеку мира, в Вернацкого, в Америку, в польские библиотеки, в любые библиотеки, по любым направлениям, по любой информационной базе. И на экране или на компьютере получить ту информацию, которую имеет мир. Открытие Центра польской культуры и науки украсили выставки художников Андрея Тантьюры и Марии Воленберг-Калуза, объединенные одной темой – теплотой и любовью к стране бело-красного флага. Александра Толкачева, Олег Ивашенко, программа «Наше время». Продолжение следует...